Привет, на связи Папа Борщ и в данном видео мы с тобой разберемся с вопросом, что тебе нужно знать перед тем, как стартовать в дропшиппинге. Обязательно досмотри это видео до конца, ведь после просмотра данного видео ты поймешь, почему 99% дропшиперов проваливаются в самом начале. Ну а перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись на данный канал, чтобы не пропустить много новых и интересных видео на тему дропшиппинга и заработка в интернете. Ну а пока не будем терять ни секунды, погнали! Сейчас ты видишь на данном экране мои результаты в дропшиппинге, и именно сейчас мы покажем тебе, как ты можешь добиться абсолютно таких же результатов. Итак, сначала давайте вообще разберемся, что же такое дропшиппинг, что это за непонятная фраза. Итак, дропшиппинг это формат продажи, когда мы сводим покупателя и поставщика, то есть нам не нужно закупать продукцию, нам не нужен склад, весь этот геморрой на себя берет поставщик. Наша задача это только найти потенциального покупателя, нашему поставщику, их свести, продать продукцию и на этом заработать свою комиссию. И самый лучший способ заработка в дропшиппинге это формат работы на продаже товаров оптом. Когда ты продаешь не один товар и зарабатываешь с него 1000 рублей, а продаешь сразу фуру товаров и зарабатываешь на этом от 100 тысяч рублей. И всем новичкам я советую начинать работать в дропшиппинге через авито, потому что это отличная площадка для вашего быстрого старта. Вы можете уже прямо сейчас разместить там свое объявление, и после того, как данное объявление пройдет модерацию, вы сразу же получите отлик от рынка на ваше предложение. Это супер площадка, которая позволяет быстро получать результаты от ваших маркетинговых телодвижений. На авито стоимость потенциального контакта человека, который хочет купить по дропшиппингу ту или иную оптовую партию, составляет от 20 до 60 рублей. Эта цена ничтожно мала по сравнению с другими рекламными источниками. И у тебя, скорее всего, возникает лизонный вопрос, как же выглядит схема оптовых продаж. Сейчас я тебе об этом более подробно расскажу. Самое первое, мы анализируем оптовую нишу, то есть мы выбираем из большого количества ниш ту, на которой мы будем дальше зарабатывать деньги. Вторым шагом мы выбираем поставщика, то есть мы договариваемся с различными поставщиками о том, что мы будем перепродавать их продукцию оптом по системе дропшиппинг и на этом зарабатывать свою комиссию. Третьим шагом мы запускаем рекламную кампанию и начинаем получать потенциальных клиентов для нашего поставщика. Четвертым шагом мы продаем и как раз здесь кроются наши огромные комиссии, то есть как посредник мы просто перепродаем товар нашего поставщика. Допустим, цена за картошку у поставщика 6 рублей, ты перепродаешь ее своему клиенту по 8 рублей и твоя маржа составляет 2 рубля. Но так как это оптовые сделки и один клиент может заказать у тебя 3-4-5 фур товара, то ты с одного клиента, соответственно, даже с этой маленькой маржой 2 рубля зарабатываешь огромные деньги. И после успешной сделки поставщик переводит деньги на твою карту и ты их спокойно тратишь, путешествуешь, развлекаешься, покупаешь себе крутые вещи и живешь полной и счастливой жизнью. Если вы хотите работать с профессионалами, получать гарантированную прибыль уже в первый месяц, то тогда переходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я буду вашим личным коучем и сопровождать вас вплоть до получения первых результатов в деньгах. Уже более 150 учеников добились весомых результатов в оптовой перепродаже чужих товаров. Если вы хотите индивидуальный подход и гарантированный результат уже в первый месяц, обязательно переходите по ссылке в комментариях на наш сайт. Я вас буду там ждать. Итак, сейчас нам необходимо понять, какую же нишу нам взять для того, чтобы перепродавать ее вов по системе дропшиппинг. И отличным помощником нам в этом будет сервис Яндекс.Вордстат. Перейдя в этот сервис, вы можете вбить ключевой запрос, связанный с вашей нишей с приставкой оптом. То есть, допустим, вы можете проанализировать картофель оптом, тюльпаны оптом, помидоры оптом и так далее. После того, как вы забьете этот ключевой запрос в Яндекс.Вордстат, вам Яндекс выкатит, сколько людей убивает этот ключевой запрос в Яндекс. То есть, соответственно, вы можете понять, какой спрос на данную продукцию. Также в Яндекс.Вордстате есть вкладка «История запросов». Вы можете посмотреть, какой был спрос в прошлом году, что с ним сейчас, растет эта ниша, падает, либо она вообще идет абсолютно ровно по графику спроса. И идеально вам подбирать такие ниши, которые растут по спросу. На растущем рынке гораздо проще зарабатывать деньги, нежели на том рынке, который падает вниз. После того, как вы определились с нишей, вы посмотрели цифры, да, она вам подходит, ниша растет, все окей, все круто, можно ее брать в работу. Вам, конечно же, нужно найти поставщика. И в этом случае, конечно, нам на помощь приходит Авито. Чтобы найти поставщика быстро, ненапряжно, вы можете открыть объявление, связанное с той нишей, которую вы подбираете. Допустим, вы выбрали нишу «Картофель оптом», вы открываете все объявления «Картофель оптом», и у вас, вуаля, образуются контакты поставщиков и перекупов. Вам нужно отфильтровать поставщиков от перекупов, созвониться с поставщиками и договориться о условии работы на оптовом дропшипинге. Но будьте очень внимательны, так как на Авито очень много мошенников, и они могут просто-напросто кинуть ваших клиентов. Поэтому внимательно относитесь к поиску поставщика, детально изучайте все предоставленные им документы, и тогда будет вам счастье. Самой большой проблемой для новичка в дропшипинге является то, что они неверно подбирают нишу и товар. Зачастую они переоценивают собственные силы и не понимают, какой им нужен бюджет для плавного старта в оптовых продажах по системе дропшипинг. И, конечно же, ваш товар, ваша ниша сейчас должна быть актуальна. То есть в моменте, когда вы запускаете этот бизнес, вы должны понимать, что эта ниша вообще сейчас актуальна для ваших потенциальных покупателей. Конечно же, вы не должны продавать летом санки, а зимой полотенца для пляжа. На самом старте вы должны всегда подбирать те товары, которые будут пользоваться популярностью именно в то время, когда вы стартуете в бизнесе. И очень хорошо будет, если вы вашу нишу перед стартом проанализируете в Яндекс.Ворстаге и посмотрите в этом сервисе, что с ней происходило в прошлом году в это же самое время, когда вы ее в этом году планируете запускать. И желательно бы, чтобы ваша ниша показывала рост в ближайшие 2-3 месяца. Тогда вам будет максимально просто на растущем рынке заработать денег. После всех вышеперечисленных процессов, нас от первых сделок и первых продаж отделяет только один шаг – запустить рекламу. Хорошо, когда товар продает сам себя. Видео о этом вы можете найти на моем канале. Но хороший маркетинг – это немаловажная часть успеха. Поэтому ваша задача – начать этот бизнес на Авито. Это отличная площадка для того, чтобы быстро получить результаты, быстро получить клиентов и продажи. И сейчас, чтобы стартануть, тебе нужно составить 5 оптовых объявлений, разместить их в 5 городах России, в самых крупных городах, такие как Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Волгоград, Новосибирск. И посмотреть, откуда идет больше всего клиентов для того, чтобы там в дальнейшем смасштабировать свою рекламную кампанию. Ну а если вы хотите больше подробностей и инсайтов о том, как эффективно работать с рекламой в оптовых продажах чужих товаров, обязательно переходите по ссылке в закрепленных комментариях и узнавайте все подробности на моем личном наставничестве. Теперь ты знаешь, как открыть свой бизнес по дропшиппингу и начать зарабатывать свои первые комиссии в оптовой перепродаже чужих товаров. Обязательно подпишись на данный канал, ставь лайки и комментируй видео. И до встречи в новых выпусках. Пока.